Скани, Атанар и Вольво, большегрузы трех концернов штурмуют технологические трассы на объектах у Дачнинского ГОКа. Напомним, более двух лет на площадке идут испытания большегрузной техники, которая будет вывозить труду с Верхнемунского месторождения. На прошлой неделе поступил новый автомобиль Вольво. После технического обслуживания машина вышла в линию. В настоящее время она вывозит труду с карьера Зорница. Как уже проявила себя техника в работе, узнавала Ирина Балкова. Автомобиль 21 века. Абсолютно комфортный кожаный салон. Размер салона где-то 2 на 3 метра. И, как утверждают сами водители, полная шумоизоляция. 750 лошадиных сил. Грузоподъемность 90 тонн. Новый автомобиль Вольво сделан уже с учетом всех замечаний специалистов «Алроса». Сделан подогрев кузова от самосвала по нашей заявке. Сделано более мощное тягово-цепное устройство для прицепа. Сделан левый борт. Открывается он не механически, а при помощи гидравлики. Стоит электромагнитный клапан, гидрозамок так называемый, который хорошо держит борт. Не было проблем никаких, чтобы борт начал открываться. То есть хорошо работает система. Напомним, первый автомобиль Вольво грузоподъемностью 70 тонн поступил в автобазу более года назад. За период эксплуатации особых замечаний и нареканий по конструктиву машины не было. Второй автопоезд получили в сентябре этого года. Грузоподъемностью 90 тонн. Первый автосамосвал, который пришел в сентябре, показывает неплохие результаты. Машина работает в полную силу. То есть пока особых каких-то поломок, там чего-то такого не было. Все узлы агрегата работают нормально. Ну, небольшие нюансики были. Потихонечку переделываем, когда машина становится на ТО. Так, вопросов пока к этим машинам нет. Машина идет уверенно. Преодолевает все подъемы, отмечают специалисты. А вот что говорят об этой технике сами водители. По сравнению с остальными машинами, которые сюда пришли в данный момент, это, я думаю, самый хороший автомобиль в автобазе. Почему? Во-первых, он и приемистый, ездить на нем приятно. Двигатель здесь мощный, тянет хорошо. Выгрузка нормальная, боковая. Проблем никаких нет в основном. Алексей, прежде чем пересесть на Вольво, рулил под московным тонаром. Все познается в сравнении. Ну, во-первых, здесь все-таки габариты поменьше. Она и к автобазе подъехать может. И расцепить ее самому проблем в принципе нет. Поворот у нее намного меньше, чем в тонаре. Длина поменьше. Это все преимущество. На любой дороге, где бы я сейчас не встал, я не боюсь на ней остановиться, что она не тронется, заскользит. Тонар, там уже едешь, везде думаешь, где встать можно, а где лучше не вставать. Испытания продолжаются. В следующем году специалисты Алроса сделают свой выбор. И тогда мы узнаем, большегрузы какого концерна будут вывозить руду с Верхнемунского месторождения. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».